Всем привет! В эфире универ новостей, а в студии Адалина Абдрахманова. В высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета прошла встреча Раисы Республики Татарстан Рустама Миниханова с участниками федеральной программы школа мэров. Какие вопросы обсуждались в рамках встречи и каким опытом поделился глава республики, узнаете в сюжете. В Казанском федеральном университете прошла встреча Раисы Республики Татарстан Рустама Миниханова с участниками федеральной программы развития муниципального кадрового управленческого резерва школа мэров. В рамках выездного модуля этой программы «Хозяйственная деятельность и развитие территории» Татарстан с 28 по 31 мая посещают представители руководства 73 городов России. В начале мероприятия с приветственным словом выступил Раис Республики Татарстан Рустам Миниханов. Тема повышения квалификации. Три года один раз каждый из них проходит, мне сказали, вот здесь, на базы КФУ. Эту работу организовали, я считаю, что это очень важно. Ну и огромное количество семинаров, мероприятий. Раис Республики Татарстан поблагодарил за выбор нашего региона в качестве одной из площадок для реализации программы школа мэров, администрацию президента Российской Федерации, Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Также в своей речи он рассказал о достижениях республики в различных сферах экономики и отметил, что Татарстан стабильно входит в тройку лидеров национального рейтинга по состоянию инвестиционного климата. Провели игры будущего, Казань форум провели недавно, будут игры стран ТРИКС, ну и будем принимать главу государства ТРИКС в октябре месяце. Программа реализуется с целью подготовки высококвалифицированных, компетентных специалистов, способных осуществлять проекты, направленные на развитие муниципальных образований для повышения качества жизни населения. В Татарстане ее участники посетят объекты инфраструктуры и благоустройства Казани, ознакомятся с деятельностью предприятий. Аделина Амдрахманова, Николай Исуховский, Универ Новости. В Казанском федеральном университете 29 мая состоялись тактико-специальные учения по выполнению мероприятий при угрозе применения беспилотных летательных аппаратов на объекты ВУЗа. Местом проведения тактико-специальных учений по гражданской обороне стали несколько зданий Казанского федерального университета и прилегающие к ним территории, а именно, главное здание ВУЗа, второй корпус и культурно-спортивный комплекс УНИКС. Они проводятся регулярно с целью совершенствования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В последнее время особенно возросла угроза совершения терактов с применением беспилотников на объектах с массовым пребыванием людей. Именно поэтому 29 мая были отработаны действия всех служб ВУЗа в случае получения сигнала о возможной атаке его объектов беспилотниками. Два экипажа вне ведомственной охраны управления Росгвардии по Республике Татарстан были задействованы для оцепления территорий и обеспечения безопасности граждан. Также в учениях приняли непосредственное участие сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. Отметим, что в истории Республики Татарстан и Казани в частности такие масштабные учения реализуются впервые. Большое количество сил и стрессов было привлечено. В частности это и были ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардия, медицинных катастроф, другие структуры. Все четко отработали, все дежурные службы вовремя поступали звонки. Диспетчер КФУ и штаб КФУ все вовремя принимал звонки и отправлял. Отдельное спасибо хочу сказать нашим институтам, нашим работникам, студентам, потому что вовремя эвакуировались. Руководством ВУЗа было поручено решить несколько задач. Наладить взаимодействие с силовыми структурами, понять как действовать в реальной ситуации и отработать механизм действия университета до прибытия экстренных служб. Силами каждого из присутствующих на месте были отработаны пути эвакуации, правильность действия при выводе людей, характер допущенных ошибок и причин их совершения, управление оборудованием, аппаратурой, использованием защитных средств по технике безопасности и многое другое. Эвакуировано более 1200 человек. Включения по замыслу были в три этапа. Были три последственные вводные. Первое, то что беспилотники выдвигаются в сторону города Казани. По этому сигналу мы отработали свои действия в режиме повышенной готовности. Второе, это уже в режиме воздушной тревоги, да, когда мы получили информацию о том, что прорвался там какой-то беспилотник до города, да, и произвели эвакуацию студентов и персонала университета в безопасные места. То есть это подвал у нас, укрытие, цокольные этажи. И когда уже по третьей вводной у нас беспилотник ударился в стену университета и возник пожар, мы тогда людей из подвалов вывели в безопасный район. Сценарий мероприятия включал аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Эвакуация учащихся и сотрудников из зоны чрезвычайной ситуации. По словам специалистов чрезвычайных служб и правоохранительных органов, такие учения жизненно необходимы для всех сторон. Это возможность изучить объект, пути эвакуации из него и, конечно, особенности места, в данном случае Казанского университета. В рамках этих совместных учений со всеми ведомствами и службами, а также с персоналом университета, отработали действия сотрудников МЧС при ликвидации последствий тушения пожара на этажах и спасения людей с этажей. Медицина-катастрофа обычно приезжает, скорая медицинская помощь обычно приезжает первыми на это место ЧС, как обычно это. И поэтому даже вот то, что мы оказывали сейчас медицинскую помощь, мы просмотрели пути эвакуации, смогли эвакуировать пострадавших. То есть это для нас огромный плюс, в том числе и для вас. Схема работы определена постановлением правительства Российской Федерации, приказами Министерства по чрезвычайным ситуациям и Казанского федерального университета. Отметим, что на место основных действий также прибыли коллеги из университета в Казани. 29 мая в культурно-спортивном комплексе «Уник» стартовал 10-й международный форум по педагогическому образованию ИФТ «Исследовательская трансформация педагогического образования. Традиции как основа для инноваций». Подробнее о торжественной церемонии открытия, насыщенной программе и ключевых спикерах узнаете прямо сейчас. В настоящее время форум, проводимый в стенах Казанского федерального университета, с 2015 года является одной из крупнейших в мире специализированных научных площадок по обсуждению профессиональной подготовки педагогов. Ключевая тема этого года – страны БРИКС на пути совершенствования подготовки учителей. Торжественная церемония открытия прошла в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Когда руководство вуза и почетные гости заняли свои места, прозвучали гимны Российской Федерации, Республики Татарстан и Казанского федерального университета. После чего с приветственной и поздравительной речью выступил президент Казанского университета Рияс Мензарипов. Выражаем надежду, что участники ФТ-24, число которых, как уже здесь сказали, привисло тысяча человек, смогут обсудить здесь результаты своих исследований, накопленные практики, а также вырубят конкретные рекомендации для совершенствования образовательного процесса высшим и средним образованием. Внесут свой вклад в научное формирование новой национальной стратегии подготовки учителей. Еще с 2016 года на базе КФУ был создан региональный научный центр Российской академии образования в Приволжском федеральном округе. Результаты совместной работы показали важность научного взаимодействия с Российской академией образования. Казанский федеральный университет получил объективную оценку происходящих изменений и, несомненно, усилил их качественную составляющую. Поэтому в адрес участников поступило и видеоприветствие от президента Российской академии образования Ольги Васильевой. Сегодня КФУ представляет собой яркий пример вузов, успешно развивающихся в педагогическом направлении. Университет достиг заметных успехов на национальном и международном кожу, спереврал уникальную инфраструктуру, реализовал большое число исследовательских проектов, проведения крупных научных мероприятий. После торжественной части и выступления почетных гостей стартовало пленарное заседание. Программа форума обширна. На протяжении трех дней будут проведены симпозиумы, заседания исследовательских групп, секции, круглые столы, мастер-класс и питч-сессии. Общее количество заявленных участников форума в этом году – 1022 человека. Ключевые спикеры ИФТ – ученые России, Бразилии, Индии, Китая, Южноафриканской республики, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии. Также в работе форума примут участие 16 академиков и членов-корреспондентов Российской академии образования. Более 60 руководителей вузов, реализующих программы педагогического образования. Наш форум является своеобразным мостом, научным мостом, к масштабному саммиту лидеров стран БРИКС, который состоится в октябре этого года у нас в Казани. Поэтому главная философия нашего, главный тезис и посыл нашего форума от сотрудничества политического, сотрудничества образовательного. Я думаю, те сотни дискуссий, обсуждений, которые состоятся в рамках форума, несут большую лепту в объединение ученых из стран БРИКС и стран Центральной Азии. На самом деле проблемы во многих контекстах идентичны. Тем не менее, существуют и какие-то вариативные вещи. На сегодняшний день актуальны повестки проблемы миграции, проблемы психологической безопасности. Не случайно форум носит уже междисциплинарный характер. К нам приезжают исследователи не только в области педагогики, но и в области психологии, миграционной педагогики и так далее. Для нас очень важно отследить те проблемы, которые на сегодняшний день стоят перед системой высшего педагогического образования и педагогического образования вообще, для того, чтобы понимать, как помогать системе. Ежегодно форум предоставляет возможности для продуктивного сотрудничества исследователей и практиков, поддерживает инициативы совместных исследовательских проектов в области педагогического образования. Идеи и результаты, представленные на форуме, позволяют укреплять научное сотрудничество и способствуют повышению качества подготовки учителей в мире. С юбилеем! Наш драгоценный ИФТ. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универновости. Пожалуй, одним из приоритетных направлений Казанского федерального университета является нефтегазовая отрасль. ВУЗ активно сотрудничает с передовыми нефтяными компаниями, такими как «Газпромнефть», «Татнефть» и «Сибур». Для того, чтобы направление всегда развивалось в ногу с актуальными трендами, а ученые в этой сфере могли модернизировать многие нефтегазовые процессы, необходимо постоянно проводить встречи с коллегами из разных компаний и стран для обмена опытом и налаживания связей. Так, Казанский федеральный университет уже в третий раз проводит международную научно-техническую конференцию «Химические методы увеличения нефтеотдачи. Отраслевой вызов», которая помогает решить уже существующие проблемы нефтяного направления и спрогнозировать новые. Подробнее смотрите далее у меня в сюжете. 29 мая стартовала третья международная научно-техническая конференция «Химические методы увеличения нефтеотдачи. Отраслевой вызов». Открытие и первый день прошли в зале отеля «Ривьера». В начале мероприятия по традиции с приветственным словом выступил проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле Данис Нургалиев. Он рассказал участникам конференции о старейшем вузе страны и поделился успехами своего направления. Сегодня это очень актуально, совершенно актуальный вопрос. Это связано с тем, что, во-первых, нефти все тяжелее и тяжелее, добывать их тяжелее и тяжелее. И применение химии позволяет облегчить, войти в экономику. Потому что, например, вязкие нефти, нефтеплотных коллекторов, всякие процессы, которые происходят при добыче нефти, их надо фиксировать, управлять ими. Поэтому химия здесь играет сегодня огромную роль. Ежегодно конференция привлекает все большее внимание международного научного сообщества. Так, в этом году участие в мероприятии приняли порядка 170 представителей из 12 стран, среди которых Иран и Китай. Форум имеет не только широкую географию, но и насыщенную образовательную программу. Во время конференции участники не раз будут взаимодействовать с коллегами узких специальностей отрасли, а также послушают 56 докладов. Отметим, что международная конференция будет проходить три дня, в ходе которых обсудят вызовы, стоящие перед отраслью. В первую очередь здесь хочется отметить о разработке в области специализированных химических реагентов для повышения нефтеотдачи. В рамках университета созданы лаборатории, в которых разработаны новые составы. Они помогают повысить нефтеотдачу для осложненных условий, для месторождения с трудноизвлекаемыми запасами. И сегодня мы уже не только делаем это в лабораториях, но и уже выходим на пилотные испытания этих реагентов на месторождениях Российской Федерации. Пожалуй, ключевым событием этого дня стало подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Иранским университетом имени Аламет Абатабаи. Со стороны Казанского федерального университета документ подписал проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле Данис Нургалиев. Данное соглашение поможет в развитии химической отрасли, добыче нефти и в нефтегазовой отрасли в целом. Аделина Абдрахманова, Николай Суховский, Универ Новости. 1 мая вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в закон об образовании в Российской Федерации, в целях реализации которого издано постановление правительства Российской Федерации о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. На сегодняшний день абитуриент должен изучить полный перечень предложений, которые будут опубликованы работодателями до 10 июня в сети интернет на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений работы России, выбрать предложение, которое наиболее соответствует его пожеланиям, и подать заявку на заключение договора о целевом обучении в соответствии с этим предложением. Откликнуться на предложение можно будет с начала приемной кампании, с 20 июня. Подробности смотрите на сайте единого контактного центра «Прием.ВУЗ». На этом все. В студии была Адалина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова